В ходе предварительного следствия сотрудниками полиции было установлено, что трое граждан в составе организованной группы занимались изготовлением и распространением в регионе контрафактной биологически активной добавки. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Пермскому краю была пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой обвиняются в изготовлении и распространении в регионе контрафактной биологически активной добавки. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено место производства контрафактных пищевых добавок, были установлены лица, причастные к незаконной деятельности. На основании собранных материалов следственными органами было возбуждено уголовное дело. В июне 2015 года подозреваемые были задержаны. Были проведены обыски в офисах организации, квартирах фигурантов и производственных помещениях. Изъята крупная партия продукции, готовой к реализации, стоимостью более 6 миллионов рублей, также упаковочный материал. Органам предварительного следствия было доказано незаконное использование чужого товарного знака посредством изготовления и продажи населению контрафактной биологически активной добавки, организованной группой в количестве трех человек. Одному из обвиняемых было избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде, второму – денежный залог. Организатор группы скрылся от органов следствия, был объявлен в розыск. Бухгалтерская экспертиза показала, что в период с 2014 года по июнь 2015 года было выпущено порядка 92 тысяч фальсифицированных пищевых добавок. В ходе расследования было установлено, что произведенные фальсифицированные добавки продавали на территории Пермского, Краснодарского края, Свердловской, Самарской, Новгородской, Кировской, Красноярской, Новосибирской, Иркутской, Ленинградской областей двумя способами – посредством интернет-магазинов и на импровизированных выставках-ярмарках. В настоящее время предварительное следствие по делу завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Продолжение следует...